Приветствую вас, друзья! Сегодня решил сделать выводы по газовой горелке БРС-11. Начнем с конструкции. Первое. Шланг не откручивается. Заменить, я думаю, проблем не составит. Старый снимается, новый одевается и сжимается хомутиком. Второе. Ножки здесь прикручиваются болтиками и при выдвижении туда-сюда, то есть они маленько раскручиваются, то есть приводят к такому, что ножки начинают болтаться. Ну, сами болтики потеряться не должны, так как дальше они не откручиваются, возможно, они чем-то закреплены, но то, что они откручатся, исключать не стоит, поэтому нужно следить. Так, третье. Значит, пьезоподжиг, значит, ну, он работает, но не исключено то, что он может сломаться, поэтому лучше с собой в чехольчике иметь какие-то другие запасные средства поджига горелки. Четвертое. Ветрозащиты здесь никакой нет, поэтому в ветреную погоду лучше иметь какой-то защитный фартук, либо сооружать какую-то конструкцию, чтобы ветер не задувал, потому что ветер задувает, пламя гасится, но не потухает, тем самым увеличивается время приготовления пищи. Может, еще один из неприятных факторов – это шумная горелка, то есть шумит она, как паяльная лампа, ну, или как газовая горелка, которая подключается к баллонам. Мне это не мешает, поэтому, как бы, я не считаю это минусом. В летнее время, и вообще, когда температура выше 0 градусов, проблем не должно быть с ней, а вот уже при температуре ниже 0 градусов, а то и минус 10 и ниже, тут уже нужно знать некоторые нюансы. Значит, что я первое сделал, это подогнул трубку подогрева газа, она очень хорошо подгибается поближе к пламени, но не сильно, то есть, чтобы трубка подогревалась. Так, дальше обязательно нужно подогреть баллон в куртке. Затем, когда уже баллон подогрели, подключаем баллон к газовой горелке, запускаем, но сразу не подаем сжиженный газ в горелку. Вначале нужно дождаться момента, когда трубка нагреется. Затем нужно выставить минимальную подачу газа, и только затем подавать сжиженный газ. Сжиженный газ подается очень просто. Берем баллон и переворачиваем его. Сжиженный газ попадает в трубку, здесь от нагрева газ испаряется, и уже пары газа, так сказать, они уже начинают гореть. Если мы сразу начнем подавать сжиженный газ в горелку, то есть вероятность, что она пыхнет просто. То есть это не очень приятно, особенно когда стоишь над ней, колдуешь что-то, и тут начинается такое. Ну все, и единственный минус такого варианта, ну это, я думаю, что вообще во всех горелках, то, что невозможно регулировать мощность. То есть она будет постоянно. Выводы сделаны. Горелка работает и в минус работает. У меня есть видео, где я на рыбалке, в палатке я ее запустил, на улице было минус 20. Ну и в палатке у меня не так уж и тепло было. Горелка находилась внизу на льду. Баллон также внизу находился. Работало нормально все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok